Сейчас я запущу приготовление кофе прикосновением к экрану своего смартфона. Ну а что, 21 век на календаре, чего ходить кланяться к кофемашине? Опа! Поехали! Вы, наверное, уже догадались, что сегодня будем говорить о кофе. Расскажу вам про 5 крутых кофемашин. Абсолютно не преувеличу, если скажу, что это одни из самых шикарных моделей на российском рынке. Это дорого, это современно и, пожалуй, это по-кофемански. Всем привет! Это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. Ну что, по кофе? Открывает топ-5 кофемашина немецкой марки Нивона. У этого производителя сейчас такой своего рода новый ренессанс в России и в мире. Много интересных моделей. И одна из главных звезд – 970-я модель. Просто посмотрите, и я уверен, у вас не будет вопросов о том, почему она в топе лучших. Во-первых, дизайн. Это прямо образец стиля, на мой взгляд. Сразу бросается в глаза 5-дюймовый цветной дисплей. Мы к нему еще вернемся. Основной регулятор, явный акцент на нем есть. Ну и вообще она круто выглядит, разве нет? Хотя дизайн, конечно, штука субъективная. Тут, кстати, еще милая фишечка. Разноцветная подсветка контейнера для воды. Целых 8 цветов под любое ваше настроение. Ну почему нет? Мило. Контейнеры, кстати, очень вместительные. Больше 2 литров. И не придется наливать воду после каждой третьей чашки кофе. От дизайна, собственно, кофе. Чтобы получить напиток в чашке, надо сначала измельчить зерна. Во встроенную кофемолку зерен помещается много. Жернова из закаленной стали, и при этом она очень тихая. Это не просто слова. Послушайте. К тому же тут 5 степеней помола кофе. Абсолютно такая кофеманская фишка. Не 3 даже, а именно 5. Чтобы запустить приготовление, нужно обратиться к панели управления. Вот оно. Возвращаемся к этому сумасшедшему дисплею. На нем вся нужная информация про кофе, и можно делать любые кофейные настройки. В частности, здесь 5 уровней регулировки крепости кофе и 4 уровня регулировки температуры кофе. Все тут на дисплее отображается. Ну и плюс объем. Конечно, его тоже можно выбирать. Но чтобы каждый раз все это не регулировать, есть возможность сохранять до 9 своих рецептов кофе в памяти машины. Это плюс к 8, которые уже заранее предустановлены. Давайте посмотрим, что это за напитки. Так, сначала классический кофе. Эспрессо, лунго и американо. Доступно приготовление сразу для двоих. Что до напитков с молочной пеной, приготовление капучино или кофе-латте тут полностью автоматическое. Молоко просто наливается в специальный контейнер, из него к вам в чашку уже подается молочная пена. Кофейный диспенсер регулируется по высоте, чтобы помещались разные чашки и бокалы. И продолжая тему кофе, здесь в этой кофемашине обновленная система заваривания, которая работает на основе технологии ароматика. Заварочная камера, где уплотненный молотый кофе встречается с горячей водой, она расширяется за счет гибкой и упругой крышки. Это способствует качественному перемешиванию кофе и воды. А значит, в чашку к вам попадает напиток более вкусный и ароматный. Конечно, на вкус кофе работает и предварительное смачивание молотого кофе. Без этого сейчас никуда, если кофемашина действительно качественная и крутая. Плюс тут есть еще технология Aroma Balance System. Вы можете выбрать для вашего кофе степень насыщенности и яркости вкуса. В общем, тончайшие настройки, которые, как я уже говорил, можно сохранить в одном из ваших собственных рецептов кофе в памяти кофемашины. Дальше очистка. Современная кофемашина, к тому же дорогая и топовая, просто обязана быть в этом смысле максимально простой для владельца. И здесь об этом подумали. Программа очистки от кофейных масел, удаления накипи и ополаскивания всей системы запускается одним нажатием главной кнопки на регуляторе или прикосновением к сенсору. Плюс вынимается заварочный блок, и его можно аккуратно ополоснуть проточной водой. Это, кстати, очень правильно в контексте ремонтопригодности. То, что блок съемный. В общем, трудностей с уходом за машиной никаких. Ну и дополнительно отмечу, что ее легко перемещать. Есть колесики, если надо как-то повернуть ее, чтобы установить более удобно и правильно. Не вопрос. Мелочь, а приятно. Вот в таких мелочах и заключается реальное удобство использования техники. А значит, наш с вами комфорт. Да, чуть не забыл. Здесь есть удаленное управление. При этом производитель логично решил, что делать кофе дома в Москве, находясь где-нибудь в Париже, развлечение очень специфическое на любителя. Поэтому из Парижа нельзя. А вот из любой точки дома через блютуз и мобильное приложение можно. Все те же настройки, что и на дисплее. Все русифицировано. Запускается процесс, не подходя к кофемашине. Главное, не забыть поставить чашку. Это пока не автоматизировано, но приложение напоминает. Точное попадание в топ-5 крутых кофемашин. Поздравляем его на. Но, кстати, у меня есть вариант для тех, кто хочет всегда иметь чашечку отличного кофе, но при этом подойти к покупке кофемашины более сдержанно в смысле бюджета. Смотрим рубрику «Специальная рекомендация канала Тостер». Это бюджетная кофемашина Невона с базовыми возможностями. Ну, как с базовыми? Все популярные напитки она готовит. Хотите эспрессо, хотите американо лунго, хотите кофе латте или капучино. Все это она может. Здесь бесшумная кофемолка, которая рассчитана не менее чем на 80 тысяч помолов. Здесь очень большой контейнер для воды, более двух литров. Это очень круто, потому что не нужно все время доливать воду после каждой третьей чашки. Здесь очень простое управление и очень крутая сама система приготовления кофе. Но обо всем этом смотрите подробности в нашем специальном обзоре этой кофемашины. Ссылка в подписи к видео. Вот когда я увидел эту кофемашину, то даже не зная марку, сразу понял, что это что-то немецкое. Все-таки очень крепко в нас сидит этот стереотип про немецкий дизайн, что он всегда немного угловатый и квадратный. На самом деле это далеко не всегда так, но вот в случае с кофемашиной Милли серии Кофе Селект это именно так. В отличие от большинства классических кофемашин, здесь можно готовить кофе из разных зерен, из разных сортов кофе. Можно запрограммировать выбор зерен под каждый напиток или каждый раз сделать это вручную. И очень важно, что после приготовления каждого напитка никаких остатков предыдущего кофе, назовем его так, в заварочной системе не остается. Так что никакого непроизвольного купажа у вас не случится. Главный момент, который меня всегда интересует в кофемашине, какие напитки она умеет делать. Здесь этих напитков 20 видов. По кофе это ристретто, эспрессо, эспрессо макеата, американо, флет уайт, латте и латте макеата, лонг блэк, это напиток схожий с американо, но сохраняется пена, как в эспрессо. В общем, кофейных рецептов много. И есть целых 10 пользовательских профилей. Можно каждый рецепт, что называется, подогнать под себя. И сохранить, и дальше получать именно свой любимый кофе. То есть зафиксировать крепость, температуру, объем напитка. Это удобно. Еще можно включить приготовление кофе одновременно для двоих. Ну, для двух чашек тоже может пригодиться. Плюс есть режим кофейника, когда вы можете поставить сюда какую-то вместительную емкость, и кофемашина нальет в нее сразу до 8 чашек кофе, а потом уже можно кофейник как-то подать на стол и так далее. Здесь есть технология получения кофейных напитков с весьма насыщенным ароматом. В процессе динамическая камера в кофемашине расширяется. И когда наполняется теплой водой, обеспечивается интенсивное смешивание молотого уже кофе и воды. И вот именно благодаря такому решению кофе отдает больше аромата в чашку. После этого размер камеры уменьшается, и кофейная гуща уходит в специальный отсек для отходов. Еще мне хочется отметить технологию капсенсор. Смысл в том, что кофемашина понимает, какой высоты чашку вы используете, ну, в зависимости от выбора напитка, опять же, и автоматически регулирует расстояние до диспенсера. Это позволяет избежать разбрызгивания, расплескивания кофе, сохраняется правильная температура напитка. И еще это очень хорошо для получения качественной молочной пены. Ну и еще один момент, на который всегда стоит обращать внимание при выборе кофемашины, тем более при выборе дорогой кофемашины. Это технологии очистки. Здесь есть автоочистка от накипи. После приготовления каждого напитка с молоком молочные трубки тоже автоматически промываются. Еще здесь съемный заварочный механизм. Кофемашина подскажет, когда его нужно снять и промыть. Это важно не забывать делать, чтобы всегда иметь вкусный ароматный кофе, ну и чтобы сама кофемашина долго прослужила. Напоследок скажу еще, что этой кофемашиной можно управлять удаленно. То есть вы со своего дивана, не отвлекаясь от просмотра Игры Престолов, можете запустить приготовление любого кофе. Плюс здесь есть функция таймер. Можно запрограммировать, например, приготовление утреннего кофе к моменту вашего пробуждения. Это была кофемашина Милле в нашем обзоре самых крутых, доступных в России кофемашин. Двигаемся дальше. Еще одна участница нашего обзора кофемашина Siemens EQ9. Сейчас это главная, назовем ее так, кофемашина Siemens, которая продается в России и в Европе. И расскажу о ней подробности. Прежде всего, это красиво. Посмотрите на дизайн. Немцам он явно удался. А ведь когда мы приходим в магазин или заходим в интернет, мы часто именно с дизайна начинаем выбирать технику. Ну и логично, что на дорогое устройство, а это кофемашина из таких, должно быть красивым. Мне сразу бросился в глаза двойной контейнер для кофейных зерен. То есть вы можете не заморачиваться и насыпать сюда и сюда одинаковый кофе. И тогда все напитки будут готовиться из него. Но можете немного заморочиться и использовать разный кофе для разных напитков. Здесь не только два контейнера, но и жернова разные. Так что перемешиваться кофе не будет. Кофемашина, кстати, запоминает, какие зерна для какого напитка вы используете. Это удобно и всегда можно изменить настройки, если надо. Дальше. Вкусный кофе – это не только зерна, но еще и то, как он готовится. Здесь в EQ9 работает система Sense of Flow. И смысл в том, что правильная температура заваривания от 90 до 95 градусов, она поддерживается на протяжении всего цикла приготовления. А не только нагрелась вода, а дальше уже остывает. Непосредственно в чашку кофе попадает тоже правильной температуры. Но после разговоров о вкусном кофе хочется уже больше узнать о том, какие напитки готовит эта кофемашина. В памяти кофемашины этих напитков целых 12. Разные виды кофе, кофейно-молочных напитков. Ну, со всего мира немцы собирали рецепты. И приготовление любого напитка легко активируется с удобной панелью управления. Любой напиток можно готовить сразу для двоих. Такая функция здесь есть. И еще, если нужно, вы можете настроить кофемашину точно под предпочтение. Выбрать крепость, объем порции, температуру, соотношение кофе и молока и даже скорость заваривания. Это все влияет на вкус кофе. Ну, или, опять же, не заморачиваться и довериться настройкам кофемашины для каждого напитка. Кстати, что касается напитков с молоком, то вы можете налить молоко вот в этот контейнер из комплекта. Его удобно хранить в холодильнике, когда молоко не используется. Но, опять же, вариативность. Если вам удобно, то можно ничего никуда не переливать. Молоко может подаваться из бутылки или из пакета. И важно, что сама система подачи молока автоматически очищается паром после каждого использования. Ну и вообще, тут есть автопрограмма очистки и удаления накипи. И сама кофемашина напомнит вам, что ее нужно запустить. Очень сильно мне нравится то, что здесь полноценно работает технология HomeConnect. Это, во-первых, удаленное управление. Конечно, вы можете активировать приготовление кофе хоть из-за стола, хоть с дивана во время просмотра любимого сериала. Да откуда хотите. Ну, конечно, чашка должна уже стоять под дозатором. Тут пока ничего нового не придумано. Любой рецепт запустить удаленно. Здесь, кстати, есть 18 дополнительных к тем, что в памяти кофемашины. Во-вторых, благодаря HomeConnect у вас не скиснет молоко, если вы забыли убрать контейнер с ним в холодильник. На смартфон или планшет вы получите об этом уведомление. Ну и в-третьих, еще, что мне очень нравится, можно узнать много интересного про кофе. Тоже благодаря технологии HomeConnect и мобильному приложению. Про различные сорта, про то, как и где выращивают, обжаривают и так далее. В общем, среди друзей прослывете кофейным экспертом. Да и для самого себя, по-моему, это очень интересно. Плюс, добавьте сюда еще возможность удаленной диагностики вашей кофемашины специалистами сервисного центра. Через HomeConnect даете на это разрешение при необходимости, и вот этот вот весь сервисный процесс, он здорово ускоряется. Siemens EQ9 в пятерке самых крутых кофемашин, доступных сейчас в России. Следующая модель в нашем обзоре Крупс Эвиденс Плюс. Она и красивая, и, что очень важно, довольно небольшая по размерам. У меня дома машина побольше, и, честно говоря, я еле-еле нашел для нее место. И я знаю, что не только у меня такие проблемы. Так что габариты кофемашины это важно. Теперь про кофе. Если уж мы говорим о топовых и довольно дорогих кофемашинах, то они должны многое в этом смысле уметь. И вот тут как раз так и есть. Поехали. эспрессо, двойной эспрессо, эспрессо допио, это более крепкий, чем двойной, используется больше кофейных зерен. И еще лунга, ну, по сути, это американо с пенкой, двойной лунга, собственно, американо классический, и ристретто. Это очень крепкая, маленькая порция кофе. Дальше. Капучино, двойной капучино, латте-маккеато, двойной латте-маккеато, кофе-латте классический, двойной кофе-латте, эспрессо-маккеато, флет-уайд, ну, и еще горячее молоко. Очень круто, кстати, что можно готовить напитки сразу на двоих. Причем это же касается и кофейно-молочных. Вот этот двойной латте-маккеато или двойной капучино, это как раз два напитка сразу. но тоже дополнительное удобство причем заморачиваться не нужно активируется все это просто двойным нажатием на соответствующую иконку кстати трубку для подачи молока можно использовать как с капучинатором который кстати идет в комплекте поставки так и с пакетом молока иногда это просто удобнее и быстрее кофемашина подаст в чашку горячую воду правильные температуры для чая черного зеленого или травяного но вот это умение она конечно не самое важное для кофе машины но приятно что она есть особенно в контексте экономии места такая вот частичная замена чайника ну например где-нибудь в офисе в кабинете она будет самое то сопло подачи кофе вот этот вот кофейный диспенсер его можно поднять на высоту до 15 сантиметров что позволяет удобно использовать высокие бокалы или даже термокружку объемом 360 миллилитров и кстати здесь вместительный резервуар для воды его объем 2,3 литра то есть не нужно постоянно доливать и совершать лишние телодвижения дальше меня всегда интересует управление она должно быть максимально легким но человек не должен долго его изучать и привыкать и у этой модели сенсорный цветной дисплей ну этим никого сейчас не удивишь но удобно что вот сюда вынесены 6 самых популярных наиболее востребованных напитков и они готовятся буквально одним прикосновением причем в эти рецепты вы всегда можете внести изменения если нужно здорово мне нравится это просто и удобно еще в контексте приготовления кофе отмечу интересные функции dark это увеличение крепости кофе а extra shot он добавляет прямо в процессе приготовления дополнительную порцию эспрессо в кофе но хочется иногда покрепче или побольше вообще же как в любой современной кофе-машине в этой можно выбрать крепость кофе можно выбрать объем кофе в чашки ну и температуру кофе и еще конечно степень помола это уже здесь в кофемолке от мелкого для на более насыщенного и крепкого кофе до помола крупного для напитка полегче еще важный момент очистка здесь кофемашина сама вам подсказывает когда ей требуется уход в частности раз в 360 циклов надо положить в нее таблетку специальную и активировать процесс очистки системы от кофейного жира или кофейных масел все по-разному называет плюс автоматическая промывка после каждого использования под давлением очистка от накипи система подачи молока тоже очищается автоматически после каждого кофейно-молочного напитка но вообще саму вот эту молочную систему можно извлечь она разбирается на три части и промыть вручную если это нужно все основные вещи вроде бы рассказал об этой кофемашине крупс evidence плюс нравится она мне лаконичностью дизайна кстати кроме этой версии есть еще версия мог такой глубокий кофейный цвет кофейный шоколадный габариты небольшие это очень важно много напитков она готовит удобная в управлении простая и легкая в уходе кофе получается отменный мы все-таки проверяем все когда снимаем если бы это было не так то она бы явно не попала в наш топ продолжаем наш разговор о кофе и о лучших кофе машинах которые вы сейчас можете купить в россии еще один на экземпляр это на мелита серии кафе бариста полное название модели вы видите в титре и также ссылка есть в подписи к видео ну начну как водится сначала это кофемолка кофемолка здесь непростая это такой тренд в премиальных кофемашинах разделять ее на две части для того чтобы истинные кофеманы как это любят писать в пресс-релизах могли выбирать тип зерен это правильно мой взгляд и здесь в этой кофемолке еще пять степеней помола можно изменять и выбирать ту степень которая наиболее подходит но для тех напитков которые вы готовите и вот эта кофемолка здесь она часть технологии melita best aroma систем но такая технология система приготовления наиболее насыщенного вкусного кофе смысл в том что вот крышка этого контейнера она со специальной прорезиненной вставкой с уплотнителем и это позволяет но гораздо дольше и более эффективно сохранять аромат кофейных зерен кофейные зерна мерятся ровно в том количестве которое необходимо для приготовления той или иной порции кофе если вы выбираете другой сорт зерен то у вас не происходит смешение одного кофе с другим если какое-то время на не пользовались кофемолкой то на потом когда вы ее включаете у вас опять же не будет смешения свежего кофе с каким-то залежалом который там остался все удаляется и каждая чашка кофе она готовится именно из свежей порции еще один этап важный для приготовления действительно ароматного и насыщенного кофе это предварительное смачивание уже молотый кофе он смачивается на горячей водой и какое-то небольшое время настаивается таким образом экстракция вот этих всех ароматических веществ она сильнее она лучше и более эффективно происходит и в итоге у вас в чашке напиток вкуснее еще одна особенность этой кофе-машины это так называемая итальянская технология приготовления кофе но проще говоря машина готовит кофе по традиционным итальянским рецептам например если готовится латте макеата то сначала в чашку подается молоко потом эспрессо например когда готовится капучино то порядок другой сначала эспрессо потом молоко потом молочная пена но вот эти все красивые слова про вкусный ароматный кофе итальянские технологии приготовления конечно здорово но хочется уже попробовать что же готовит это кофемашина здесь есть четыре основных вида напитка плюс еще 17 которые вы можете выбрать меню но вот основные вынесены сюда здесь эспрессо кофе объема побольше но типа американо или кафе крема капучино и латте макеата но на еще можно выбрать сразу молоко молочную пену или горячую воду например для чая но на давайте пока займемся кофе здесь можно выбирать объем напитка я вот хочу стаканчик побольше так что выберу наверное миллилитров 150 вот эти все рецепты их на самом деле можно сохранять в память кофемашины не обязательно вот так вот каждый раз выбирать объем нажимать на все эти сенсоры прикасаться дальше крепость сделаю кофе покрепче и запускаем приготовление нам сказать что кофемашина работает довольно тихо вот совсем она меня не раздражает не напрягает здесь в этом смысле продумано и кофемолка тихо посмотрим что выдаст что на выходе ну вот смотреть что получилось такой даже мини тест мы делаем на очень правильная пенка она плотная на заметно и такого светло орехового цвета ну давайте пробовать да кстати я совсем забыл что температуру кофе тоже можно выбирать просто не вынесли сюда это вот на основную панель управления это можно сделать в настройках ну понятно все таки температуру кофе меняют реже чем например крепость пробую слушайте ну да это хороший такой качественный кофе крема так что можно поставить пятерку этой кофе машине ну не зря же она в нашем топе еще одна особенность всех не дешевых кофе машин которым относится и это это то что напитки все они подаются из одного диспенсера кофе молоко горячая вода молочная пена все вот отсюда и не нужно переставлять для этого бокал дальше вот диспенсер он регулируется по высоте и можно сюда ставить собственно бокалы чашки разной высоты до 14 сантиметров интересная здесь молочная система она встроенная и вы можете подключать молочный контейнер с любой стороны хотите здесь хотите здесь слева или справа как вам удобней в комплекте поставки на еще есть контейнер специальный для молока куда вы можете налить молоко и хранить его потом в холодильнике но тут у нас какая-то коллизия приключилась нам почему-то привезли кофемашину без этого контейнера однако это не проблема потому что на все отлично работает и с обычным пакетом молока на самом деле большинство дома именно так и делает просто используют пакет молока из холодильника погружаете сюда вот этот вот шланг назовем его так и дальше можно делать например капучино ну вот на как готовится капучино сначала подается эспрессо а дальше уже молочная составляющая это те самые итальянские традиционные рецепты которых я говорил мы получили просто отличный капучино посмотрите какая классная пенка она постепенно поднимается вверх и здесь получается такой цвета кофе с молоком напиток ну пробуем слушайте это очень вкусно это прямо очень вкусно прямо даже если можно было ставить в десятку я поставил в десятку за капучино молодец и вот смотрите мы приготовили капучино то есть напиток где требуется молочная пена и дальше кофемашина спрашивает провести ли легкую очистку молочной системы с помощью пара так она это делает но давайте нажмем окей смысла в том что у вас ничего там не застоится не останется не протиснет молоко это очень правильный момент ну конечно здесь предусмотрены автоматические программы очистки от кофейных масел от накипи то есть вся кофе заварочная система очищается машина или сама вам напомнит что пора произвести очистку или вы можете активировать очистку любую из программ очистки через меню здесь съемный заварочный блок вы в любой момент можете его вынуть и как-то на почистить для того чтобы но он в общем функционировал нормально и я бы рекомендовал это делать ну хотя бы раз в две недели можно на просто какой-то легкой щеткой его прочистить и вставить обратно благо проблем с этим нет все очень легко делается да ну и конечно как у многих сейчас а не бюджетных кофе машин таких достаточно дорогих здесь есть удаленное управление а она через bluetooth то есть из любой точки дома практически вы можете заказать себе а чашечку кофе любой напиток можно выбрать можно менять настройки многочисленные в общем полноценное удаленное управление но единственное нужно не забыть подставить чашку вообще вот тот производитель который придумает кофе машину которая сама будет подставлять чашку знаете как автомата кофейный пусть это будет какие-то стандартизированные чашки но вот чашка будет выезжать сама и будет наливаться в нее кофе вот тут по моему просто золотую жилу откроет и озолотиться таким образом ну а это была кофе машина melita coffee barista которая вполне достойна участия в нашем топе крутых кофе машин которые вы можете купить в ну и в конце несколько слов о трендах в кофе машиностроении ну во первых это конечно удаленное управление сейчас такой общий тренд и кофе машины не исключение вай фай bluetooth откуда угодно можно управлять приготовлением кофе дальше это большое количество напитков дорогих кофе-машинах их бывает по 20 и так далее самые разные на кофейные напитки напитки кофейные с молоком молочной пеной очень все что хотите но в большинстве случаев вы эти вот напитки приготовите по разу а потом будете готовить основные да там эспрессо капучино на латте макиято но то что они у вас есть в вашей кофе-машине это должно как-то вас радовать видимо ну и на еще один тренд тоже такой уже понятно этап на полностью сенсорное управление особенно в кофе-машинах ценового сегмента выше среднего от среднего и выше среднего то есть все эти крутилки кнопки это все уже на ушло в прошлое и в общем сейчас такая ровная панель которая кстати очень удобно в уходе но если вы считаете что на есть еще какие-то тренды в кофе-машинах то пишите в комментариях пишите в комментариях и о тех кофе-машинах которыми пользуетесь вы потому что в наш обзор попало пять крутых кофе-машин которые сейчас продаются в россии но на в рамках одного обзора нельзя обо всех рассказать так что и нам будет интересно изучить и тем людям которые придут в комментарии ну и это канал тостер здесь все самое интересное о домашней технике подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями лучшие кофе-машины россии